Ну, кошмар, не иначе. Комментариев по поводу кондитерской атаки не исчесть. Вот, например, Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Инстаграм фотографию с певцом Николаем Басковым, лицо у которого тоже измазано кремом. Но Басков почему-то в полицию не бегал. Может быть, Касьянов больше переживал по поводу тех 20 человек, что сопровождали торт? Ну вот незадача. 20 сначала превратились в 15, а затем в 10 у стола оказались и вовсе двое. Может, и торта не было, а была пирожная картошка, например. В деталях видео из ресторана разобрала Анастасия Ефимова. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. В ОВД Китай-Город заявление приняли, дело будет? Но дело уже есть, правда, оно об административном правонарушении. Такое положение дел вряд ли устроит Михаила Касьянова, который настаивает на тюремном сроке для любителей сладкого. Половина десятого вечера, вторник, респектабельный столичный ресторан. Половина десятого вечера, вторник, респектабельный столичный ресторан. Обратите внимание, вооруженные тортом гости атакуют не внезапно. Стремительно ворвавшись в зал, у стола Михаила Касьянова они делают эффектную паузу, как будто пытаются привлечь внимание, но так и не удостоившись со стороны политика даже взгляда, совершают эффектный кремово-ванильный бросок. Если верить видеозаписи, это кулинарное нападение совершили двое. Если верить соратникам пострадавшего, их было гораздо больше. Приблизительно было задействовано чек 20. Непосредственно в самом ресторане действовали четверо из них. Один человек атаковал Михаила Касьянова с этим тортом, второй записывал это на телефон или камеру, сейчас точно не могу сказать. И двое еще были на подстраховке некой. Остальные же участники ждали на улице, и было три машины в общей сложности. И потом они все вместе покинули территорию. Кстати, территорию нападавшие покинули беспрепятственно. Да и кто бы их остановил. Дорогой ресторан на охотном ряду до Красной площади рукой подать охраной, если верить владельцу, никакой. Гардеробщик один вместо секьюрити. Да и вообще, как теперь выясняется, свидетели не поняли, что у них на глазах вершится атака на свободу. Думали, просто розыгрыш? Но Михаил Касьянов хлопать не стал. Сначала попытался дать сдачи. Обратите внимание, молниеносно стряхнув с волос остатки коржа, он сначала пытается швырнуть в нападавшего салфетку, а потом эффектно плещет водой из стакана. Ну а после едет в полицию, где пишет заявление и объясняет, на него, похоже, напали чеченцы. Национальность определил на глаз, о чем откровенно сообщил в эфире «Эхо Москвы». Скажу так, что мне кажется, что это чеченцы, в моем представлении. Во-первых, это люди были все очень деликатно одеты, все примерно одинаково, очень аккуратно стрижены, причесаны, в белых рубашках, в темных костюмах и в темных полупальто. Их было человек 10, который видел при выходе, как они садились в машины. Поэтому я знаю, что только так чеченцы ходят в Москве. Поэтому я не утверждаю, а я предполагаю. По горячим следам у ресторана, по информации журналистов, вроде бы даже задержали несколько человек. Правда, почти сразу отпустили. Пострадавший их не опознал. Нападавших ищет полиция, и активисты Союза чеченской молодежи тоже хотят узнать, кто же обеспечил Михаилу Касьянову те самые сладостные секунды. А главное, зачем они это сделали? Мне кажется, для взрослого и адекватного человека определять национальность по каким-то внешним признакам, в том числе по одежде, это как-то не совсем правильно и не совсем этично. Это с одной стороны. С другой стороны, когда говорится, что человек по языку узнал, что это нападающие чеченцы, то я, честно говоря, не уверен, что господин Касьянов является таким сильным лингвистом, который может отличить чеченский от ингушского, от аварского, от даргинского или от татарского языка. И хотя прямых доказательств так называемого чеченского следа в этой кондитерской истории пока нет, сам Михаил Касьянов настаивает именно на этой версии, особенно подчеркивая, цитата, «неславянскую внешность» и «кавказский акцент нападавших». Вряд ли он делает это из нетерпимости. Видный демократ, борец за равноправие и свободу, для каждого без исключения, разве станет он опускаться до ксенофобии? Зачем политик поднимает национальный вопрос, становится понятно все из того же радиоэфира «Эхо Москвы», где Касьянов без обиняков и намеков проводит прямые параллели между нападением на него и убийством Бориса Немцова, в организации которого следствие обвиняет как раз чеченского офицера Руслана Махудинова. Вчерашние угрозы со стороны этих молодых людей. Плюс, конечно, не остается незамеченным сам сценарий. Если Борис Немцов в прошлом году после эфира «Эхо Москвы» поехал в ресторан и его расстреляли после посещения ресторана, то я вчера вечером с прямого эфира на радио «Коммерсант-ФМ» приехал в ресторан. Меня оскорбляли и угрожали при завершении, при выходе или в ресторане. Поэтому вот этот сценарий, они похожи, но слава богу, что сегодня мы обошлись тем, что это просто угрозы были словесные и вот такого легкого физического воздействия. Ну а дальше в интервью все предсказуемо. Метание торта, оказывается, это пощечина демократии. Слова «ты враг России» — попытка остановить политическую деятельность. А сам инцидент едва ли не расправа с оппозицией, которая, конечно, не сдается, нуждается в поддержке, разумеется, финансовой и, конечно, зарубежной, ну, чтобы наказать преступников. А размазывание по чужой голове сладкого крема адвокат Касьянова теперь предлагает квалифицировать как угрозу убийством не больше не меньше 5 лет тюрьмы. Интересно, помнит ли сам потерпевший случай 13-летней давности, когда, будучи премьер-министром России, Касьянов голосовал на думских выборах 2003 года. И прямо у избирательной кабинки был атакован неизвестной женщиной, бросившей в него куриное яйцо и крикнувшей, что выборы — фарс. Любопытно, что тогда историю драматизировать политик не стал. Улыбнулся, мол, это и есть свобода — выражать свои взгляды, невзирая на условности и чины. Впрочем, как показывает история с тортом, теперь демократию Михаил Касьянов воспринимает как-то иначе. Продолжение следует...